МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех наземных жителей и их родителей. Я морской мудрец, граф Батискаф. Мы с вами в жемчужной бухте. И этой глубиной владею я, граф Батискаф. Подводная математика, мой морской конёк. Я могу пересчитать все жемчужины в бухте. А их, поверьте, немало. Ваше морейшество, помогите, защитите. Ещё немного, и я превращусь в краба. Что? Как в краба? Запрещаю. А как ты будешь жемчуг в море собирать и платить налоги в морскую казну? Нет, 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 нет. Никаких крабов. Это всё ламинария. Из-за неё всё произошло. Что же ты сразу не сказал? Это нарушение всех морских правил. Ламинарии запрещено превращать всех моих подданных в медуз, крабов, морских огурцов и прочую морскую живность. После того, как она на целые сутки заколдовала моего шарика в лягушку, ей было сделано последнее предупреждение. Шарик, ну-ка, немедленно позвать колдунью сюда. Придётся выселять её из лагуны. Бедный шарик до сих пор в себя не пришёл. И временами даже квакает во сне. Вызывали, ваше морещество? Что-то случилось? Как будто сама не знаешь. Захар сказал, что ты пыталась превратить его в краба. Как тебе стыдно! Придётся тебе покинуть нашу лагуну. Ваше морещество? Я не виновата. Давайте я расскажу, как всё было. Захар пришёл ко мне домой и без спроса съел несколько конфет из вазочки. Я его даже предупредить не успела, что это не простые конфеты, а волшебные. И что если их съесть, то можно в краба превратиться. Послушай, Ламинария, ну неужели нет никакого противоядия, а? Ладно. Ну есть, конечно, ваш морещество. Вот конфета антикраб. Но дело в том, что антикрабов нужно съесть ровно столько же, сколько и крабовых конфет. Не больше и не меньше. Иначе ничего не получится. А я конфеты не считал, когда их ел. Уж слишком они вкусные были. Теперь я точно не вспомню, сколько их было всего. Давайте-ка подумать. О! Захар, а вот фантики от конфет ты куда делал? В кармане лежат. У меня привычка такая. Конфету съел, фантик в карман. Конфету съел, а фантик в карман. Отличная привычка. Она нам сейчас поможет тебя расколдовать. А заодно я вас сегодня научу, как сравнивать предметы по их количеству. Пошли. Захар, вытаскивай все фантики из кармана и выкладывай в ряд на стол. Ой! Ой! Вот так. Во! Сделано! Хотя я не понимаю, как это поможет. Так, давай рассуждать логически. После того, как ты съедал очередную конфету, фантик клал в карман? Ага. Значит, теперь фантиков на столе ровно столько, сколько ты съел конфет. А ведь точно! Теперь под каждым фантиком нужно положить по конфете антикраб. Так, 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 так. Готово! Да ничего не готово. Взгляни, сколько конфет, а сколько фантиков. Видишь, под одним фантиком конфеты не хватает. Давай еще. Так, вот, это я понимаю другое дело. Ай, Захар, жадность и математика плохо сочетаются. Вот из-за твоей жадности ты забыл все морские правила. Ну, посмотри на свои ряды с конфетами и фантиками. Надо, чтобы и фантиков, и конфет было равное количество. А вот сейчас ряд с конфетами длиннее. Значит, надо убрать лишнюю конфету. Нет, все равно неравные ряды. Уберу еще одну конфету. Вот теперь все верно. Теперь ешь скорее конфеты, чтобы отменить превращение в краба. А я буду смотреть, чтобы ты правильно разжевывал их. Ну, я не могу есть конфету, когда на меня так смотрят. Ну, конечно. Когда на него смотрят, он конфеты есть не может. А как тайно их из чужой вазочки таскать, так это всегда, пожалуйста. Ламинария, думаю, Захар справится и без нашего присмотра. Захар, иди ешь быстрее конфеты. А мы с Ламинарией еще какую-нибудь задачку пока решим. Нет, ну вот это мне нравится. Значит, Захару и конфеты, и в лагуне отдохнуть. А мне задачки решать. Несправедливость. Ну, пока Захара нет, давай с тобой повторим. Как еще можно сравнивать количество предметов? Как узнать, хватит ли нам на всех масок, которые я приготовил для карнавала? Да, это же очень просто. Наденем их и проверим. Так, вот эта маска для вас, уважаемый график. Какая красивая. Держите. Так. Так, а вот эта маска для меня. О! Хо-хо-хо! Ой, и еще одна маска осталась. А как вы думаете, для кого она? А-а-а! Ой, что я, что я наделал? Крампотискав и Ламинария вместо меня превратились в каких-то зверей. Захар, ты чего раскричался-то? Твой конфетный перерыв закончен. Возвращайся к изучению математики. Ух, вы хоть не превратились в зверей, но по-человечески говорить не разучились. Это уже хорошо. Что? Что такое? О чем ты, Захар? Да ни в кого мы не превращались. Это просто маски. Видишь? Мы просто повторяли разные способы сравнения предметов по количеству. Вот, выясняли, хватит ли карнавальных масок на всех. А самый простой способ это выяснить, приложить маски к себе. Нам с графом масок хватило, но осталась еще одна. Я так понимаю, что это для тебя. Только можно, я ее надевать не буду. Не хочу я в слона превращаться. Если надо для математики, я ее просто в руках подержу. А-а-а, эх ты, трусишка! Всего ты боишься. То ли дело я, а? Я самая смелая в нашем море. Нет, я самый смелый. А, тогда маску надень. А-а-а. А-а-а, а вот и надену. Теперь Захар самый смелый. Нет, смелая все еще я, а ты, Захар, теперь слон. А спорим, я сейчас разбужу вулкан и даже не испугаюсь. Смотрите. Эй, вулкан! Вулкан! Не надо! Ой, ой, ой! Вы разбудили подводный вулкан. Сейчас извергнусь, плохо будет вам. Ваминария. Ты меня отвлекла от такого чудесного сна. Я был космическим кораблем и преподавал математику среди звезд. А теперь я проснулся. А-а-а, страшитесь! Вот вам мое задание. Посмотрите внимательно. На некоторых предметах в лагуне завязаны красные и зеленые бантики. Ваша задача вытеснить, каких бантиков больше. А-а-а, а я вижу бантики. Так, вот на кораллах. В водорослях. Так-так-так-так-так. А, и еще на кораллах. Нет. Сейчас быстренько их все отвяжу. И мы выложим их на стол. И сравним. Ха-ха-ха-ха-ха. Ничего не выйдет. Бантики отвязывать нельзя. Это часть задания. Так что же, мы не сможем решить задание вулкана? Придется готовиться к извержению. Захар, ну что ты панику наводишь? Числа тут ни при чем. Вспомни, как мы помогли тебе с конфетами, а? А ведь точно. Нужно найти замену красным и зеленым бантикам. Да. Захар, ты ищи зеленые бантики. И как только будешь находить зеленый бантик, клади в карман ракушку. А я буду класть в корзинку по жемчужине, как только найду красный бантик. Ну-ой. А вот и бантик в подрослях. Кладу ракушечку в карман. Так. Давай-давай, ищи. Ищи, ищи. Давай, уже нашел. Вот. Второй бантик на кораллах. Так. Шарик, помогай. Ракушечка. Снова положу ее в карман. Так-так-так. Ну-ка, Шарик, отплывай. Вот же, еще один бантик. Снова на кораллах. И ракушечку опять положу в карман. Все, зеленые бантики, кажется, закончились. А я, кажется, тоже нашла уже все свои красные бантики. Вот первый бантик. Ага. Кладу жемчужину к себе в корзинку. Молодец. Вот второй, прямо возле уважаемого вулкана. Вот вторая жемчужинка. И... А вот и третий бантик. О, кладем третью жемчужинку. Дуру. Все? Да. Отличная работа. Теперь осталось только выяснить, каких бантиков больше. Шарик, не мешай. А чтобы это сделать, нам нужно теперь выложить все жемчужинки в один ряд. Вот так вот. Так, так, так. А ракушки в другой ряд. Давай, Захар. А, понял. Теперь у нас столько же жемчужин, сколько красных бантиков. А ракушек столько же, сколько и зеленых бантиков. Эх, нужно только сравнить ряды. Ряды получились одинаковыми. И ракушек, и жемчужек поровну. А значит, и красных бантиков столько же, сколько и зеленых. Да, это так. Вы все узнали. С ответом верно угадали. А потому я засыпаю и вас на этот раз прощаю. Что нельзя так близко? До свидания, уважаемый вулкан. Как хорошо, что все закончилось. А теперь я, пожалуй, поплыву. Мне нужно сотворить еще очень много добрых и хороших заклинаний. Пока-пока, ребята. До свидания, ламинария. До свидания, до свидания. Я, пожалуй, тоже поплыву. До свидания, уважаемый грамм-батискап. До свидания. Ну вот, пожалуй, все и разрешилось. Захар не превратился в краба. А мы с вами научились сравнивать предметы по количеству. Осталось только повторить все то, что мы сегодня узнали. Сегодня Захар чуть было не превратился в краба. Хорошо, что мы вовремя дали ему антикраб. Теперь будет знать, что таскать конфеты втихаря из вазы нельзя. А вы, мои дорогие наземные жители, имейте в виду, не всегда есть возможность сравнить количество разных предметов, прикладывая или накладывая их друг на друга. Ну, например, как понять, равно ли количество кустов и деревьев в саду? Не станете же вы их выкапывать из земли, чтобы приложить друг к другу? Предлагаю для сравнения количества кустов и деревьев использовать камушки и ракушки. Каждое дерево можно заменить камушком, а каждый куст – ракушкой. Затем выложите на столе ряд камней и ряд ракушек. Теперь сравнивайте. Уважаемые сухопутные жители и их родители, готовы к домашнему заданию? Возьмите лист бумаги и на одной стороне нарисуйте несколько морских черепах. Теперь переверните лист и нарисуйте несколько рыбок. А теперь скажите, кого больше – рыбок или черепах? Уже догадались, как нам это выяснить? Вам помогут несколько пуговиц или камушков. Приложите к каждой черепахе по камушку, а к каждой рыбе – пуговицу. А затем сравните количество пуговиц и камушков. Учите математику. Ну и письма мне писать не забывайте. Ваш граф Батискаф. Нужна нам математика, как воздух под водой. Сестрёнку или братика, скорее берись с собой. И с нашими героями учись всегда на пять. Подводные сокровища поможешь сосчитать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научу считать. Программа есть подводный счёт. Кто знает счёт, тому почёт. Сокровищ много под водой. Собрать их надо нам с тобой. Со дна подводного достать. И математиками стать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научу считать. Программа есть подводный счёт. Кто знает счёт, тому почёт. Субтитры подогнал «Симон»!